Земля вдруг начала раскалываться пополам. Линия, которую мы знаем как экватор, больше невоображаемая. Она только что превратилась в гигантский каньон, который разделил нашу планету на две части. Этот каньон, который стал неотъемлемой частью Земли, глубже, чем Марианская впадина, в два с лишним раза. Глубина Марианской впадины составляет примерно 11 километров. И раньше это было самое глубокое место не только в океане, но и на всей планете. Но теперь появился каньон. Его глубина составляет 24 километра, а еще он очень широкий. Он мог бы вместить три футбольных поля от одного края до другого. Да, там внизу довольно просторно. Пожалуй, стоит использовать это место с умом. Например, там можно построить новые города. Единственная проблема в том, что как только каньон появился, его залило водой. И это произошло потому, что он проходит через всю линию экватора и через океаны. Они затопили около половины каньона, но место для строительства еще осталось. Большинство сооружений должны быть водными. Или даже гибридными. Представьте себе кучу домов, стоящих на водных платформах. Они соединены со стенами каньона, чтобы их не перемещал прилив. Из космоса теперь хорошо видно каньон с залитой водой. Линии экватора проходят через 14 стран. Это Бразилия, Эквадор, Колумбия и еще 11 государств, которые вы сейчас видите на экране. Значит, каньон больше всего влияет на эти страны, сильно меняя их ландшафт. Половина тропических лесов сосредоточена на экваторе. Теперь они тоже разделены пополам. Тропические леса содержат огромное биологическое разнообразие. И когда произошел раскол, в каньон попадали разные виды растений, даже насекомые. Если эти виды смогут выжить и эволюционировать, то через несколько лет появятся новые неизвестные растения и насекомые. Причем водные. Деревья тоже оказались в воде. И стоя на краю каньона, вы можете видеть странные плавучие стволы. Южная Америка отделилась от Северной. Теперь нет смысла называть Америку одним большим континентом. Америка спускается к линии экватора, затем начинается Южная Америка, самостоятельный континент, почти как Австралия. То же произошло и с Африканским континентом. Северная Африка и Южная Африка разделились. И теперь каждая из них – это континент. Давайте перенесемся на несколько тысяч лет назад, к тому времени, когда на Африканском континенте появился первый человек. Если бы каньон возник уже тогда, у наших предков не было бы шансов дойти из одного полушария в другое. Люди не смогли бы мигрировать по суше и исследовали бы другие континенты только по морю, как и произошло в нашей истории заметно позже. Застряв на одном континенте, людям нужно было бы достаточно эволюционировать как вид, чтобы начать строить прочные парусные корабли для исследований мира, как в свое время сделали европейцы. Мы бы развились совсем по-другому. Каньон вызвал бы снижение уровня воды во всем мире. Страны, расположенные на краю континента, такие как Португалия, от этого бы выиграли. Эта страна получила бы новую территорию, ведь у нее большое побережье. Линии экватора проходят через все океаны, кроме одного. Северный Ледовитый океан находится на севере планеты. Помните «Титаник»? Он затонул на глубине около 3700 километров. С каньоном уровень воды понизился, но недостаточно. Старый корабль все равно находится в воде, хоть и добраться до него легче. С этим новым каньоном континенты увеличились, а значит, появилось больше пляжей. Страны получили новые территории. И вблизи моря растут новые города. Но если бы этот каньон появился на Земле раньше, то, скорее всего, вся планета была бы совсем другой. Линия экватора и раньше была достопримечательностью в некоторых местах, например, в Эквадоре. Каньон привлекает еще больше людей и уже соперничает с хорошо знакомым нам Гранд-каньоном. Чтобы перебираться с одной стороны на другую, придется построить огромные мосты. Не сидеть же теперь в одном полушарии. Напротив, каньон должен служить связующим звеном между континентами, через которые он проходит. Все на борт экваториального экспресса. Конечно, это корабль, а не поезд. На нем можно буквально путешествовать вокруг света. Представьте себе гибридный автомобиль, который способен двигаться как по суше, так и по воде со скоростью около 100 км в час. При такой скорости потребуется порядка 17 дней, чтобы преодолеть всю линию экватора. Сегодня самое быстрое пассажирское судно в мире движется со скоростью около 108 км в час. Значит, путешествие внутри этого каньона на корабле будет примерно таким же, как поездка по экваториальному шоссе. Гравитация на линии экватора немного слабее из-за центробежных сил, создаваемых вращением планеты. Из-за этого корабль сможет даже плыть быстрее. Давайте перенесемся на несколько лет вперед. Все уже привыкли к новому каньону. Новые пассажирские суда были разработаны специально для перевозки людей по экватору. Теперь есть много станций, где можно сесть на такой корабль. Все, что для этого нужно – купить билет, прийти на посадку и наслаждаться поездкой. Во время поездки можно увидеть много необычного. Дома и магазины, прилепленные к стенам. То, как люди ходят по деревянным мостам, соединенным веревками. Эти смельчаки первыми изучили новые возможности, которые может предложить каньон. Они привыкли к такой жизни и решили остаться. В каньоне живет целое сообщество людей. Здесь по 12 часов светит солнце, тепло и много воды. Чего еще можно желать? Обычно в каньоне довольно спокойно. И вероятность того, что с постройками что-то случится, невелика. Уровень воды не поднимался уже много лет. Кроме того, строится все больше мостов, чтобы перемещаться из одного полушария в другое. Большинство из них сделаны из стекла. Если вы боитесь высоты, вниз лучше не смотреть. Но вообще-то с них открывается потрясающий вид. Стены, до которых не доходит вода, стали похожими на стены Гранд Каньона. Сухими и коричневатыми. Поскольку каньон глубокий, в некоторых местах, где раскололась земля, показалась магма. А когда магма и вода смешиваются, образуются острова. Эти маленькие острова превратились в курорты, куда люди приезжают отдохнуть и ненадолго спрятаться от мира. Обычно на таких курортах всего по несколько домов, и покой вам гарантирован. Вернувшись к путешествию по линии экватора, вы наблюдаете за новыми видами рыб. Те, что раньше жили в темных глубинах, в каньоне оказались в ловушке. Они эволюционировали, чтобы жить в местах со светом, но, как видите, сохранили прежний облик. У этой рыбы все еще есть фонарь на голове. Некоторые из экзотических деревьев, которые упали в воду, действительно выжили и с годами превратили острова в маленькие тропические леса. Пышные, зеленые и разнообразные. А это привлекло мигрирующих животных, прежде всего насекомых. Каньон сделал линию экватора реальной и осязаемой, навсегда изменив земной ландшафт.